Ребята, всем привет! Вы смотрите канал Видео Лепка, меня зовут Маша и сегодня я слеплю персонажей из игры Банбан 6. Для начала я слеплю персонажа Мистер Кобок Мэн. Ребята, огромное спасибо вам за лайки и комментарии, приятного просмотра! Смотри этот ролик до конца, ведь в нем будет задание, выполнив которое ты сможешь получить привет в моем новом видео. Мистер Кобок Мэн это металлический робот, его глаза смотрят в разные стороны, а также у него вместо рук металлические стержни, а вместо ног колеса. Мистера Кобоба Мэна впервые можно увидеть в игре Гарденов Банбан 3, он появляется в комнате Мистера Кобоба, поначалу он будет недоступен. Чтобы получить к нему доступ, игрок должен дать его костюм, который можно получить победив Томатаки, а также Чаматаки. Ребята, а если вы тоже любите лепить из пластилина и хотите поделиться своими работами, то сделать это вы можете в нашем чате телеграм-канала, а также в группах ВКонтакте и в Одноклассниках. Лучший фоторабот мы показываем в конце каждого видео. Все ссылки ты можешь найти в описании под видео, а также в закрепленном комментарии. Мистер Кобок Мэн снова появляется в Гарденов Банбан 4. Его можно найти на станции Жилищный Сектор за прилавком. Когда игрок ставит 6 билетов в ближайшую прорезь, дверь откроется и через нее войдет Мистер Кобоб. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот такого персонажа Мистер Кобоб Мэн мы с вами слепили. Безымянная Марионетка это неизвестный персонаж. Этот персонаж бирюзового цвета. У него огромная голова и маленькое тело с тонкими руками и ногами. А также у него два черных глаза и большой открытый рот. Ребята, а если вы хотите получить привет в моем следующем видео, то тогда напишите в комментариях, а вы знаете какой сюжет в игре Банбан 6? А также напишите в комментариях, а вы когда-то играли в игру Банбан? Может быть кто-то играл во вторую часть этой игры или же в пятую или шестую? Напишите все в комментариях, будет очень интересно почитать. Субтитры сделал DimaTorzok Безымянная Марионетка у нас получилась. Давайте теперь слепим следующего персонажа. Гуваниум Младенцы это второстепенные персонажи в игре Garden of Banban. Они представляют собой шарик с маленькими пухлыми ножками. Они неотличимы друг от друга. Различия у них есть только в цвете глаз. У одного младенца могут быть черные глаза, а у другого белые. А также у них есть небольшой открытый рот. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И два белых светящихся глаза без зрачков. Няню можно увидеть после того, как игрок пройдет паркур. Поднявшись наверх в комнату, игрок будет медленно идти по коридору, в то время как няня тихо будет краса к нему, а затем резко нападет и напугает. Ребята, в прошлом ролике, где я лепила разные виды мема Фредди Фазберг, многие справились с моим заданием и написали очень интересный комментарий. Спасибо вам большое! В этом видео приветы получают Мастер Чеф, Антон Тинотин, КСТ, Ваня Матросов, Маша, Киборг Сосиска, а также Огненный Волк. Ребята, молодцы! Вы справились с заданием. Большой вам привет! Мастер Чеф Мастер Чеф Мастер Чеф Няня из игры Банбан 6 у нас получилась. Давайте теперь слепим следующих персонажей. Бандитские ведра это предметы, которые можно найти во время событий Гарденов Банбан 3. Бандитские ведра это группа розовых и белых ведер. Они являются частью миссии Шериф Тоддстер, в которой игрок должен собрать все 10 ведер и поместить их в тюрьму. А также есть один интересный факт, как секрет одно бандитское ведро можно найти в одном из углов склада. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Бандитские ведра у меня получились. Давайте слепим последнего персонажа. Китти Сауэр это гибрид кошки и динозавра. У этого монстра белые глаза и острые зубы. Ее мех коричнево-оранжевого цвета, а нижней конечности белого. Она кажется довольно глупой, поскольку начинает нажимать на все кнопки подряд. Китти Сауэр впервые появляется после того, как горький Хиггл выходит через гигантскую дверь. Эта сцена начинается, когда игрок наступит на красную кнопку, которая находится перед ним на полу. И начинает преследовать игрока, а иногда даже бросается на него. Игроку придется заставить нажать его на каждую из кнопок. А когда все четыре кнопки станут зелеными, Китти Сауэр упадет на землю и будет лежать неподвижно. А также этого персонажа во второй раз можно увидеть в финальной сцене перед окончанием игры. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok